Бабье лето в Николаеве. Я тебя сюда привел не просто так. Я тебя сюда привел ради панорамы. Смотри, что творится за моей спиной. Там, раз, два, вернее, четыре, три, два. Четвертый, третий и вторые сады. Это дачи. В этом году исполняется 300 лет нашей дачи. Слово дачи нет ни в одном толковом словаре. Вообще ни в одном. В 1878 году вышел такой гигантский русско-французский словарь от Сорбонны. И там дачи. Дачи. Переводится как русский загородный дом, предназначенный для отдыха летом. Но дачи – это не присуще европейцам. Дачи – это часть мозгов, часть менталитета нашего народа. То есть того народа, который жил в Российской империи, в Советском Союзе, и который живет сегодня на постсоветском пространстве. Вот, не знаю, прежде чем с тобой встретиться, я перечитал несколько номеров журнала. Был такой журнал «Советский писатель». И там вот, когда гнобили Пастернака в 1951 году, то есть его собирались выгонять из Союза писателей, чуть ли не расстреливать. Времена были суровые, борьба с космополитизмом в 1952 году и так далее. Его ничего не волновало, его не волновала своя судьба. Первое, что он сказал, когда его вызвали куда-то на ковер – «А что, у меня дачу тоже заберут в переделке». То есть его ничего не волновало. А вот то, что заберут дачу – это единственное было его. Ну, собственно говоря, зачем ты сюда привел? А сказать о биографии нашей дачи, которая есть плоть и кровь. Плоть и кровь нас самих, то есть нашего менталитета. Первые дачи появились в начале XVIII века. То есть когда столица переехала из Москвы в Санкт-Петербург в 1703 году. И вот в 1703 году, когда сановникам Российской империи стали предъявлять какие-то архитектурные обязательства, то есть Петр не разрешил строить хибары в Питере. То есть стали строить особняки. И не каждый человек мог позволить себе содержать там такое строение. И вот представляешь, эти дворяне, которые выросли в имениях, на вольных хлебах, на природе, и вот они попадают в эти каменные джунгли в Санкт-Петербург, а им надо ходить в коллегии каждый день. Каждый день они обладают миллионными состояниями, они обладают, они владеют городами, они владеют губерниями, они владеют десятками тысяч, десятками земли, все эти Ягужинские, Меньшиковы, все эти там Головкины и так далее, Шереметьевы. И они живут на этаже, в четырех стенах. Их это раздражает. И вот в 1715 году появляется первая дача. Первая дача появляется, так сказать, в направлении, в направлении, вот куда сейчас ведет железнодорожная линия, там Репина, Комарова, Рощина, в общем, в сторону Гельсенфорца, в сторону Финляндии. Первая дача, первая дача Строганова. Она появляется, но это не дача, естественно. Это поместье, там есть свой театр, там есть свой пруд, там есть еще что-то, еще что-то. За Строганова потянулись другие. То есть постепенно вот Санкт-Петербург стал обрастать вот такими вот дачами. В Москве такого не было, там все дворяне жили в своих особняках, в этих боярских усадьбах. Это уже как дача в центре города. То есть там были сады, там что-то. Дачная бум в Москву перекинется только через сто лет. Только через сто лет. И вот, когда всем стало понятно, насколько важен этот летний отдых, этот летний отдых, то это стало, ну не знаю, тотальной модой. Постепенно купцы гильдейские стали подтягиваться. То есть вот есть воспоминания Галашейкина, был такой публицист московский, о том, что, о том, что в черемушках какой-то там гильдейский купец, который имел там баснословные капиталы, он снял маленькую комнату у мужика какого-то. И посолил туда свою семью. Хотя у него был там в Москве сад и дом там и так далее, но он вывез за город. То есть это было престижно вывозить семью за город куда-то. Безумие началось тогда, когда появились железные дороги. Это в период Александра Второго. То есть когда вот появились там Царско-Сельская железная дорога, дорога из Санкт-Петербурга в Москву. И вот тогда, когда появились дешевые поезда во времена Чехова, это было актуально, потому что многие помещики после реформы 1861 года, они просто обнищали. Они обнищали, несмотря на эти выкупные платежи крестьян, многие там, ну вот они не использовали свои земли по назначению, по назначению. И они делили свои имения на участки и продавали их пригородным дачам. Возникли дачи вот в Киеве, вот только так это все появилось. В Святошине, на Дарнице. Это все дачные районы. Там, пущеводицы, там и так далее. То есть вот там тоже появились вот трамваи, трамваи. И благодаря трамваям, благодаря железнодорожному транспорту, кое-где появились железные дороги, возник дачный Киев. С Николаевым вообще все сурово. Николаев – это дачный город. Он появился на месте дачи. В 1800, вернее, в 1784 году Францу Фабре от канцелярии Ее императорского величества Екатерины II была дарована земля. 15 тысяч десятвин земли. Это 16,5 квадратных километров. Для дачи. Это дача весь Николаевский полуостров. Весь. За 45 рублей и 3 четвертых копейки. Я сейчас помню. По-моему, в Кричковом Николаеве все это прописано. Ну и вообще есть этот документ в архивах. То есть он за 45 рублей приобрел все это. Успел здесь построить несколько мельниц, крупорушку, дом, насадить сад какой-то. Несколько землянок там для рабочих и так далее. То есть он тут планировал, планировал сделать свою дачу. И бог его знает. Здесь, возможно, была бы дача. Чья-то. Или несколько дач. Не будет преступления. Убили служанку у него. Убили служанку. Ну, помнишь эту историю, да? Какие-то турки там пленные, которые там были в Коренихе. Вот там. Убили служанку. Что-то такое произошло непонятное. Даже по переписке. И Потемкин отправил Фалеева разобраться. Он приехал на полуостров. Посмотрел на эту дачу. На эту дачу. И написал Потемкину, что нельзя строить корабли в Херсоне. Надо их строить в Николаеве. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok